Здравствуйте! В эфире новости Сарапула и мы расскажем о последних событиях и жизни города в студии Юлия Клюева. В минувшую среду в Сарапуле состоялась 29-я конференция местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Участие в 29-й конференции местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» приняли 64 делегата. Возглавил ее секретарь местного отделения партии глава города Сарапула Александр Ессен, а среди приглашенных лиц присутствовал депутат Госсовета Удмуртии фракции «Единая Россия» Сергей Мусинов. В повестку дня было вынесено три вопроса об итогах работы в 2017 году и задачах местного отделения и первичных отделений на 2018 год. Второй вопрос об изменениях в составе политического совета. И третий вопрос об избрании делегатов на 29-й конференцию Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия». В итоговом докладе за 2017 год была отмечена активная работа в Сарапула в реализации партийных проектов в регионе. Среди них школа грамотного потребителя, уважение, городская среда, «Единая Россия» консультирует, юность Удмуртии и другие. Стабильно работала общественная приемная партия. За отчетный период принято 92 обращения граждан и организаций, 47 из которых решены положительно сразу в день обращения, либо были решены в срочной перспективе. Наиболее распространенные вопросы при обращении общественного приема, вопросы по промышленности, строительству, транспорту и связи, вопросы социообеспечения и соцзащиты, вопросы жилья и ЖКХ, финансово-экономические вопросы материальной помощи. В ходе работы конференции делегатами было принято решение итоги работы в 2017 году и задача на 2018 год утвердить и признать работу местного отделения партии «Единая Россия» удовлетворительной. Кроме того, в соответствии с уставом была проведена процедура обновления ротации состава местного политического совета. По второму вопросу были избраны два новых члена местного политического совета. Ими стали Глухов Сергей Александрович, секретарь первичного отделения «Рабочая», и Иванова Елена Валерьяновна, секретарь первичного отделения «Ижевская». Далее депутатам предстояло выбрать делегатов от Царапола на 29-ю конференцию Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия», которая состоится 7 декабря в городе Ижевске. Вместе на благо города. Мы продолжаем вам рассказывать о реализации гражданских инициатив, направленных на благоустройство территорий. Вот так выглядели улица Чкалова и переулок Пушкинский еще в начале осени. Разбитая дорога, лужи и грязь. Сегодня этот участок частного сектора не узнать. Местные жители, власти и депутаты Сарапольской городской думы решение проблемы нашли сообща, объявив старт проекту «Бюджетная инициатива граждан». Это нововведение, которое в этом году предложила администрация. В дополнительном бюджете были запланированы средства на поддержку данной программы 500 тысяч рублей. Согласно бюджетной инициативе, это один из элементов, как поддерживать инициативу граждан в благоустройстве своих прилегающих территорий. В данном проекте, по данным двум улицам, софинансирование граждан составляло 30%, но по крайней мере сегодня в администрации принято решение сократить размер софинансирования до 20%. Как рассказывают местные жители, с проблемой бездорожья здесь боролись давно. Домов на участке расположено немного. За счет дорожного фонда на улицу зайти было сложно. Предложения депутата принять участие в проекте приняли с воодушевлением. Жильцы, в принципе, откликнулись практически все положительно. Практически вся улица стала. У нас получилось, что один дом вот сгоревший, никто не живет, не сдали. И тут еще один дом. Выполнили хорошо. Улица была, конечно, у нас разбитая. Вот ямы. В ямах, естественно, после дождя, моря, воды, грязи. Сейчас будет, я так думаю, сухо, чисто и хорошо. В 2018 году проект «Бюджетная инициатива граждан» будет продолжен. То есть это поддержка инициатив, в первую очередь, граждан со стороны бюджета. При условии софинансирования 20% инициативной группы. Документы, пакеты оформлять несложно. Вот два человека у нас занимались. Улица Чекалова, Пушкинский, которые занимались этим вопросом. То есть, в принципе, решение, протокольное решение, ответственное лицо. С ним заключается, вносятся документы. Если будет заявок много, то, естественно, будет конкурс. На следующий 2018 год запланирована сумма миллион рублей. Как говорят в Управлении благоустройства, новый сарапульский проект – это практически аналог программы комфортной городской среды, позволяющей найти реальное решение наболевших проблем. Мы ожидаем, что такие инициативы граждан поступят со всех районов города, особенно в частном секторе, где у нас на сегодняшний день самая проблема в состоянии улиц, дорог по улицам. Мы надеемся, что в следующем году этих инициатив будет больше. И, соответственно, коллегиально, это будет коллегия, комиссия, будут приниматься решения, выставляться баллы и, соответственно, подписываться соглашение на выполнение работы. Завораживающие композиции, проникновенные номера и особенные артисты. В День инвалидов в Сараполе состоялась концертная программа «Добрые волшебники». Добрые волшебники! Самая искренняя и трогательная концертная программа прошла 1 декабря в Доме культуры «Заря». Посвящена она была Международному дню людей с ограниченными возможностями и собрала вместе всех тех, кто неравнодушен к проблемам ближнего. Данная концертная программа проходит уже на площадке ДК «Заря» четвертый год. В данном мероприятии участвует организация города, в котором учатся, проживают инвалиды всех групп инвалидности. Как дети, это начиная со 2-го коррекционного детского сада, 19-я школа коррекционная, психоневрологический интернат, Сарапольский колледж для инвалидов. Так активные участники городского общества инвалидов тоже принимают участие, выступая на сцене со своими индивидуальными номерами. В этот день участников праздника со сцены поздравил Максим Воробьев, председатель Удмуртской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов. Я поздравляю вас с сегодняшним концертом и благодарю вас всех за ту жизненную активность, которую вы привносите. Потому что, если бы не вы, то не было бы ни этого концерта, ни тех больших дел в городе, которые вы проводите. Не было бы ни того примера, который вы показываете людям здоровым, людям, только что получившим инвалидность. Потому что очень важно показать свой пример. Показать то, что человек с инвалидностью очень много может. Как говорят организаторы праздника, концерт назван «Добрые волшебники», потому что совместная художественная самодеятельность творческих объединений и особенных людей позволяет проявлять настоящие чудеса. А каждое слово, произнесенное со сцены, обладает необыкновенной искренностью и силой. Даже подготовка к данному концерту для артистов разного возраста сродни чуду. Невзирая на свои недуги, они пели, танцевали, представляли стихотворные композиции. Любить – значит истину защищать, даже восстав против всей вселенной. Любить – это в горе уметь прощать все, кроме поплости и измены. Поддержать участников праздника в этот день пришли и верные друзья Сарапольского городского общества инвалидов. Я вижу, что вы не отчаиваетесь, не унываете. И вот это самое главное при болезни – поддержка друг друга, не отчаиваться, а всегда быть в хорошем настроении. И всем вам желаем Божьей помощи в вашей нелегкой жизни. Спасибо. Помимо творческих номеров, на сцене участники праздничной программы представили зрителям свои рисунки и подделки ручной работы. Все они были выставлены в холле ДК и имели успех у публики. Пользуясь случаем, хотел бы от всей души выразить слова благодарности всем меценатам, спонсорам, которые помогли организовать данный праздник для людей с ограниченными возможностями. Также поблагодарить всех директоров учреждений, которые всегда идут нам навстречу, предоставляют детей, школьников, студентов для выступления на сцене. Большое спасибо всем. Также спасибо зрителям, которые пришел и поддержали нас на концерте. Труд педагога сравним с пламенем костра. Ярко горит костер, не громко потрескивая, и тысячи искр разлетаются во все стороны, взлетая выше костра и освещая большее пространство, нежели сам костер. 132 стендовые презентации, более 100 выступлений по различным направлениям социально-педагогической деятельности и около 40 мастер-классов ожидали участников ярмарки социально-педагогических инноваций. В Сарапуле ярмарка проходит уже шестой год и традиционно привлекает талантливых педагогов и руководителей образовательных учреждений Удмуртии и соседних регионов. Это большое мероприятие, которое позволяет коллегам обменяться своими идеями, своим творчеством, своими наработками, своими новыми методиками. И город Сарапул и республика очень много проектов представляют, более 100 проектов. Мы имеем возможность видеть, впитывать и развивать наше образование. Традиционным местом проведения педагогического форума в Сарапуле стала школа номер 2, директор которой является региональным координатором международной ярмарки социально-педагогических инноваций по Удмуртской республике. Я рада видеть вас здесь вновь в нашем зале с новыми замечательными проектами, с новыми идеями, которыми вы поделитесь со всеми педагогами нашей республики. Я всем вам желаю на этой ярмарке в первую очередь поиска, приобретения интеллектуального продукта для реализации в своих учреждениях, творческого взаимодействия с партнерами и творческого вдохновения. Мероприятие привлекает своей новизной и возможностью показать педагогам дошкольных образовательных учебных заведений, а также представителям дополнительного образования, авторские проекты, поделиться инновационными наработками, созданными или открытыми в процессе образовательной деятельности. Сегодня на выставке мне представили систему работы по организации профессионального самоопределения школьников. Начиная с пятого класса до одиннадцатого. Вообще вопрос профессионального самоопределения достаточно серьезный для каждого ребенка, потому что выбор будущей профессии, видение себя в этой профессии имеет огромнейшее значение для развития каждого ребенка, соответственно и школы, города и региона. На ярмарке были созданы условия для презентации авторских идей и технологий, представленных как продукт интеллектуального труда, имеющий определенную стоимость и подлежащий продаже или обмену. Свои эксклюзивные разработки представили на ярмарке и гости Сарапула. Цель нашего проекта состоит в том, чтобы вовлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс при совместном создании и внедрении лыбок в дошкольных учреждениях и улучшить партнерские взаимоотношения всех участников коррекционного образовательного процесса. Идея в том, чтобы создать и внедрить коррекционно-образовательный процесс дошкольного учреждения, инновационные формы работы как лэббок. Мы представляем наш проект, это школа индивидуализации и тьютерства. Нами разработаны уже индивидуальные образовательные программы для обучающихся, индивидуальные учебные планы. Мы разработали для проектной деятельности дневник, чтобы было удобно работать каждому обучающемуся. Различные материалы, это локальные акты, для того, чтобы можно было организовать работу индивидуальную с каждым учеником старшей школы. За время своей работы ярмарка социально-педагогических инноваций в Сарапуле получила известность как один из самых ярких и масштабных социально-педагогических явлений в системе образования России. А потому же в следующем году наш город удостоен чести принимать события международного значения. Это все новости на сегодня. Далее вас ждет прогноз погоды. Добрых вам новостей и только хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова